Эти птицы выглядят достаточно симпатично, их украшает богатое оперение, которое позволяет им казаться еще более откормленными. Тело отличается массивностью. Лапы короткие, из-за чего птица может казаться еще более крупной. Тело венчает изящная голова небольшого размера, которую украшает гребешок из сережки алого цвета. В целом, можно назвать представителей породы доминант-красавицами. Их внешность действительно радует глаз хозяина. Стоит знать, особенность этих курочек высокой яйценноскости, здесь куры породы доминант можно считать настоящими рекордсменами. Это приносит их хозяевам немалую выгоду, особенно если учитывать неприхотливость птицы в еде и возможность самостоятельного прокорма при свободном выгуле. В этой породе удобно то, что даже в самом юном возрасте можно легко отличить девушек от молодых людей. Первые имеют более темное оперение, петушки посветлее. Смирный характер – еще одно достоинство породы. Их нельзя назвать агрессивными, что необычайно выгодно для фермеров. В сельском хозяйстве это немаловажный фактор. Птицы отлично себя чувствуют и на открытом воздухе, и в помещении. При этом даже в условиях ограничения жилого пространства они спокойно уживаются друг с другом. Однако данный вариант является далеко не самым лучшим. Идеальный случай, когда у вас есть возможность содержать птицу на выгуле. Если есть проблемы с территорией, то возможно размещение в невысоких вольерах. Поскольку солнечный свет помогает синтезировать витамин D, то предпочтительнее, чтобы домашняя птица могла свободно гулять под солнечными лучами. Это позволит им быть более здоровыми. Внимание! Для ночевки курам требуется сарай, птичник. Птицы будут чувствовать себя более комфортно, если вы обеспечите их хорошей подстилкой. Подойдет цена – листья, сухие опилки и др. Эта ценная порода подойдет для разведения как в частных хозяйствах, так и для промышленного производства. Однако если речь идет о подворе с большим количеством птицы, то лучше выбрать породу доминант бурый D-102 и доминант белый D-159. В частных домах можно разводить любые разновидности породы. Несушки породы кросс-доминант достигают веса 2,5 килограмма. Петушки более массивны, их вес до 3 килограммов. Великолепные характеристики яйца на скости породы впечатляют даже опытных фермеров, она может нестись до 300 раз в год. При этом нести яйца курочки начинать довольно рано. Ее продуктивность сохраняется до возраста 3-4 года. Вес яйца – около 70 грамм. Важно! На одну голову в день требуется от 122 до 150 граммов комбикорма. На одно яйцо – 151 грамм. Куры доминант настолько нетребовательны в еде, что могут находить себе пропитание сами, питаясь под ножным кормом, в случае открытого содержания. Совет! Скудная еда не может не сказаться на количестве яиц, поэтому для повышения яйца на скости лучше прикупить вашим птицам комбикорм. Его можно чередовать с зерном, ячмень, пшеница. Еще лучше, если в составе корма есть кальций. Также можно побаловать курочек вареными овощами, костной мукой, добавить в еду мел. Предпочтительным вариантом является содержание птицы в обширных вольерах, а также оборудование птичника искусственным освещением для зимнего времени года. Интересно, что эта замечательная порода спокойно переносит не только холод, но и излишнюю жару, а также чрезмерную влажность. Что касается болезней, то и здесь доминанты на высоте. Их выживаемость крайне высока по сравнению с другими породами. И все-таки профилактика – разумный шаг для молоди. Обрабатывать взрослых кур нужно только в том случае, если вам точно известно, что пришел какой-то вирус.